Долги россиян за связь почти достигли суммы в 25 миллиардов рублей. Только за последний год они выросли чуть меньше, чем на треть. Это данные национальной службы взыскания. Однако они не должны пугать, уверяют коллекторы. Темпы прироста год от года падают, а общий большой долг имеет объяснение. Что она растет в абсолютном выражении, это вполне нормально и естественно, потому что увеличивается база абонентов, увеличивается спектр предоставляемых услуг. Поэтому это абсолютно нормальная ситуация. Ничего здесь такого выдающегося и шокирующего, как вы говорите, нет. Мы не видим. Под задолженностью понимаются все пропущенные платежи. Таковыми считаются долги, не оплаченные по счету, когда уже выставлен следующий. Хуже стали платить россияне за интернет и интернет-телевидение. Прирост долга 200 миллионов рублей. Но больше всего теряют по сведениям НСВ операторы сотовой связи. Прирост долга больше 4 миллиардов рублей за год. За сотовую связь россияне должны уже 22 миллиарда рублей. Причем в лидерах жители Москвы и Санкт-Петербурга. А лучше всего с дисциплиной платежей на Северном Кавказе. Темпы прироста задолженности на высоком уровне стабильно держатся уже не первый год. Но в этом году серьезный прирост еще впереди. Сезон отпусков только начался, считают эксперты. Операторы большой тройки, впрочем, со сведениями коллекторов не согласны. И прироста долга не видят. Мы не видим какого-то драматического роста задолженности, которые в том числе передаются в работу коллекторов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова